Актуальный разговор В гости мы сегодня пригласили Элину Миронову. Элина Викторовна, педагог, психолог, мама, бабушка, учительница, не просто теоретик, практик еще какой и психолог городского центра доверия. Элина Викторовна, здравствуйте. Здравствуйте. Признаемся сразу нашим телезрителям, что у нас был предварительный сговор, и мы сначала провели в интернете опрос. Я среди взрослых, задавали один и тот же вопрос. Я взрослым, вы своим детям, ребятам, с которыми занимаетесь. Мы спрашивали наших подписчиков в нашей группе ВКонтакте, как вы считаете, от чего сегодня нужно защищать детей? Были варианты ответов от жестокости сверстников, от взрослых, от их жестокости. Вот каждый третий практически так ответил, 31%. От дурных компаний, каждый четвертый сказал так, 25%. От интернета, максимальный, 41%. Ну и там были свои варианты. Интернет у нас тут лидирует. Это если смотреть на ответы взрослых. Дети что отвечали на тот же самый вопрос? Ну дети отвечали, что от излишка конфет. Дети так отвечали? Да, любят сладкое. Также отвечали, что, конечно, тревожат их пожары. Пожары, ситуации, которые приносят вред. И, конечно же, страхи. Страхи, которые они испытывают. Это большинство. В каком-то смысле с нашими ответами пересекается. Если родители говорили интернет, а тут получается СМИ. Откуда они знают о пожарах, о всех потрясениях? Это СМИ, скорее всего, информационный блок, который дает... Мы думаем, что это для нас. А по сути, получается, что дети все это видят. И на них это тоже вот так вот отражается. Ну и большую роль телефона, конечно, играет. А помните, мне говорили, один мальчик ответил как-то очень необычно, очень по-взрослому. Да, вот он как раз нарисовал и сказал, что защищайте нас от страхов. Вот этот ответ был, конечно. И все, что мы перечисляем, это и есть страхи. Страхи наших детей. Воспитание детей – это то, чему массово, масштабно нигде никого не учат. И поэтому по какому-то такому наитию это происходит. Наверное, каждый, по сути, копирует свою домашнюю ситуацию. Так, как было у него в родительской семье, как воспитывали меня, тоже так же я буду воспитывать своих детей. С одной стороны, вроде как бы правильно. Это традиции домашние, семейные, воспитательные. А с другой стороны, реалии, жизненные реалии, как изменились за 20-30 лет. То есть то, что представляло угрозу, вот на 25% ответили от дурных компаний. В моем детстве это был главный бич дурной компании. Выдешь на улицу, тебя там научат плохому. Сейчас ребенка невозможно на улицу выгнать. Как бы этот аспект отпадает. То есть получается, что те рецепты, готовые заготовки домашние, так сказать, как воспитывать детей, проверенные, они на современных детей и не проецируются? Не действуют эти правила? Вы знаете, я отвечу еще то, что все, что имеет в себе родитель, он, конечно, питает своего ребенка. Он переживает заранее того, что может быть и нет. Поэтому ребенок это все чувствует и переживает, тревожится. И это может перейти, конечно, выше, уже в страх. С одной стороны, тревожится о том, что он сам себе нафантазировал. А с другой стороны, родители часто бывают такое, что родители недооценивают опасности чего-то, какого-то явления, именно в силу того, что в их детстве этого не было. Они даже не представляют, насколько это опасно. Мучим своих детей переходить дорогу только на зеленый. А тут выясняется, что даже на остановке стоять на зеленый тоже небезопасно, потому что те же самые СМИ рассказывают, как автобусы въезжают. Я к чему это говорю? Насколько изменилась жизнь и насколько компетентными нужно быть сейчас родителям нашим, нам? Отвечу следующее, что иногда родители обучают, требуют, говорят законы, правила, но порой их сами нарушают. И ребенок это видит. Тогда возникает противоречие. Поэтому если мы чему-то учим, обязательно надо этому следовать и быть примером. Только пример учат положительному. А для него важнее пример, а не слова, а не теория, практика. Но здесь, в первую очередь, если мы защищаем ребенка от информации, тогда надо заменить данную информацию от СМИ другой информации. Беседа дома, книги, чтение книг и так далее. Чтобы ребенок информационно себя питал. Если мы хотим психологически и, конечно, физически защитить ребенка, тогда нужно просто развивать и физически. Спорт, культура. Мы на нашем канале объявляли спецпроект. Он сейчас как раз длится, продолжается в данный момент. Воспитание личности он называется. Мы приглашали наших телезрителей, наших подписчиков в нашей группе ВКонтакте делиться своими наработками, педагогическими своими секретиками, как они с детьми справляются. Начиная с того, как приучили горшку, заканчивая, как кушать кашу вместо конфет. Так вот, наши телезрители присылали нам свои варианты воспитательных, так сказать, лайфхаков. Обещали провести разбор полетов, работа над ошибками, проводим. Наша подписчица Лилия Файзулина, мама замечательного пятилетнего Альмира, вот что пишет. Тематика совершенно разная, поэтому, может быть, будет сумбурно, но тем не менее, зачитаю. Нам помогает такой метод при непослушании. Мы начинаем считать до трех, говорю, я считаю до трех, и начинаю ругаться. Он должен за это время собраться, всю волю в кулак, успокоиться, обычно выполнить задания порученные ему, обычно до трех никогда считать не приходится, все само собой вовремя происходит. Другая мама, Анна Воробьева, пишет. Игрушки убираем только под страхом смертной казни. Сегодня в мусорку полетели фломастеры. Вот такая мотивация. Остальные игрушки были убраны за пять минут. От страха, я так понимаю. После уборки фломастеры были возвращены, спасены. У нас, к сожалению, работает только вот такой способ, только угроза того, что игрушки будут выброшены. Какое из правил правильное в плане, если я хочу добиться послушания, если заданы временные рамки, если да? Первый, конечно, не тот, не другой способ, не подействует долго. Он, может быть, на первое время будет действовать, но потом ребенок поймет и уже делать так не будет. Поступать, как от него требует, он тоже не соизволит, потому что любой ребенок будет считывать свое поведение, вернее, родителей. Что здесь первое? Это, конечно, доверительные отношения. Если есть доверительные отношения ребенка и родителя, соответственно, он будет прислушиваться. Он будет уважать своего родителя. В том случае, когда есть возможность, слова Ушинского есть. Если даже родителей нет дома, ребенок знает, что родитель дома, потому что выполняет то, что требуют его родители, потому что он уважает и себя, и родителей. Наша подписчица Наталья Яндралова, мама пятилетнего Трофима, пишет. Мальчику стараюсь прививать мужские качества. Вот этот Трофим, полюбуйтесь. Стараюсь прививать мужские качества путем совершения им мужских поступков. Помоги донести маме тяжелую сумку, пропустить. Держи меня за руку покрепче, чтобы я не упала скользко. Ты сегодня главный, ты ведущий, покажи дорогу. Однажды на утренней зарядке папа предложил, чтобы Трофим в этот раз был главный, провел зарядку, бежал первым, показывал дорогу, предлагал упражнения. Ты главный, мы будем тебя слушаться, следовать за тобой. Сказали пятилетнему мальчику несколько взрослых людей. Вот это правильный подход. Когда мы ребенку внушаем, что он тоже в какой-то ситуации уже дорос до того, чтобы мы с его мнением считались. Что это воспитает? Вот такой подход. Не зазнается, Трофим, пятилетний? Я думаю, нет. Но здесь мы рассматриваем возраст. Возрастные как раз способности говорят нам о том, что в три года формируется я-концепция. Я могу, я хочу, я буду. Уже самостоятельность присуща. Поэтому если родители поддерживают это, а если есть еще у ребенка своя обязанность дома, он чувствует себя членом семьи. Поэтому дети, которые разбрасывают вещи, в основном делают, заявляя родителям о том, что я здесь, меня увидите, услышите, поймите, что я дома. Поэтому успех будет. Когда мы начинали эту акцию, начали, естественно, с себя. С кого мы еще можем начать? Всех наших ведущих опросили. Ведущие все к этой акции присоединились. Они рассказывали о том, как их в свое время воспитывали, какие методы на них действовали. Вот, например, Диана Бургов, телеведущая, мама восьмилетней Вики, рассказала, Динара, что перед сном они с Викули аккуратно складывают свои вещи на стульчик возле кровати. Тапочки живут рядышком, друг с другом, носочек к носочку. Игрушки после игры нужно убрать, сложить в их домике на место, потому что они обидятся и идут играть с другим ребятам, которые кладут их на место. Вот такая постановка вопроса с трехлетним ребенком хороша? Вот так надо с трехлетним сверести? Можно начинать, но я тоже скажу, что любой ребенок будет понимать, осознавать, когда он будет знать, что это его богатство. Есть у него кровать, есть у него стульчик, горшочек, носочки. Это все принадлежит ему. И, конечно же, он будет это все беречь со временем, если родители дадут возможность формирования вот этого своего. То есть обратная ситуация. Даже если это моя игрушка, но я ее так быстро сломал, что взамен быстренько появилась другая, новее, еще лучше, еще интереснее и ярче, тоже моя. Но, с другой стороны, у меня нет никаких стимулов ее беречь, если тут же появляется новая. Это тоже входит в это понятие. Раз это мое, я это берегу, потому что не факт, что мне так же быстро достанется новое такое. Здесь нужно рассматривать, что дети исследуют. Исследуют, что внутри. И, конечно же, как он это сломал. Если он исследовал, что внутри, ему это интересно, потому что любой ребенок исследует, что вокруг. И если сразу же покупает ему другую, нужно объяснить, почему она куплена. Взамен или просто так. Ругать за то, что игрушки ломает. Ругать? Я думаю, нет. Нужно просто объяснить, побеседовать. Для чего он ее сломал? Узнать. Может, это будущий? Конечно. Будущий механик, будущий инженер-рационализатор. Да, да, да. Наш коллега, ведущий программы «Новости экономики» Ренат Хуснудинов пишет, что воспитанием его занимался дядя молодой, 30-летний. У него был совершенно своеобразный подход. Когда пришло время учиться кататься на велосипеде, он особо не заморачивался, посадил меня на него, столкнул с горки. Первое препятствие на моем пути оказалось метров через 100. Это был забор. Забор был крепкий. Я не хуже получил ссадины, зато через пару часов рассекал на велике со своими друзьями. Вот такой подход, как в старом бородатом анекдоте про то, как девочек и мальчиков по-разному учат плавать. Девочкам покупают купальник, отправляют их купаться, а мальчиков бросают в воду – выплывай. Если выплыл – молодец, если не выплыл – зачем мне такой неплавающий сын? Вот этот способ, так сказать, бросить его в проблему и пусть выкарабкивается – это хороший вариант? Вы знаете, как бы раньше говорили, нужен пинок, да, хороший. Но здесь, конечно, нужно рассматривать опять характер детей. Есть ведомые, есть ведущие, есть лидеры, есть тревожные. Нужно посмотреть, а что будет дальше? Человеку нужно все-таки подумать, особенно родителю. Не навредит ли? С другим складом, с другим темпераментом на эту ситуацию по-другому отреагируют. Соответственно. В жизни велосипед не сядет, в жизни воды не зайдет. Нужно просто опять беседовать. Понимаете? И пример. Аккуратно, нежно, а может быть быстро. Это в зависимости опять тип, типология. Понятно. В общем, советы правильные, но не универсальные. И в каждой ситуации родитель должен в первую очередь знать своего ребенка. Конечно же, сегодня есть возможности, курсы обучения психологии, педагогики. Дети, конечно, все могут пропитать, все взять на себя. Но здесь, конечно, лучше обратиться к специалисту. В последнее время очень много развелось различных школ развития ранних, английский спеленок, ментальная математика. Огромное просто количество. Естественно, амбициозные родители, которые для детей ничего не желают. Они хотят во все эти кружки мира ребенка записать. Раз они в это вложились, они ждут, естественно, результата. Они ждут медалей, кубков, признаний, почетных грамот. А если их нет, то раздражают, соответственно. Вот понятная ситуация, знакомая, близкая. Это сейчас какие масштабы приобретает желание, чтобы мой был всегда первым? Мне для этого ничего не жалко. Что бы вы сказали? Это правильные родители? Это правильный подход? Я не могу. Я от себя просто добавлю то, что сейчас, конечно, очень много всего, чего не было раньше. Зайдя в магазин книжный, мы видим много литературы, много учебной литературы, которые можно просто приобрести родителю, начинать своего ребенка, учить уже с трехлетнего возраста. Но есть ли педагогическое образование, которое помешает этому? Не нарушит ли что-либо? Поэтому в первую очередь родитель должен заниматься воспитанием своего ребенка, а не каким-то обучающим моментом. Недавно услышала, детские психологи сетовали на то, что в программе дошкольной, садиковского возраста дети имеются в виду, что там практически нет времени. Вы считали, полчаса якобы всего выделяется ребенку на так называемую свободную игру. То есть они, а ребятки, а сейчас мы пойдем, а давайте, не давайте, никуда не пойдем. Он сам должен, у него должно быть время на то, чтобы что-то разбирать, куда-то залезать, на друга какие-то предметы складывать, самому задавать вектор, так сказать, своей игры. Вот с этим вы тоже сталкиваетесь. Действительно, у детей задан коридор, задан шаблон сейчас больше. И к чему это ведет? Чем хороша свободная игра? И наоборот, с заданными условиями? Скажу следующее. Сейчас дети совершенно другие, они отличаются. И с каждым годом они совершенно эмоциональные. У них эмоциональный интеллект выше. Чем у нас? Чем у нас? Соответственно, у них и речь другая. И потребности другие. И этим детям, конечно, нужна игра. В первую очередь. И сюжетно-ролевая. Как раз она, и вот эти потребности в общении, в игре, они ложатся как раз в период с 4 до 6 лет. Что происходит в детском саду? Там уже, сами знаете, уже с 4 летнего возраста применяют учебники, сидя. И сюжетно-ролевым играм отводится очень мало времени. А это как раз, когда ребенок себя проявляет в какой-либо профессиональной деятельности. Ищет себя, свои способности проявляя. Поэтому, придя в школу с 6,5 лет, ребенок, когда ему новое все нравится, одежда, я ученик. Но потом это проходит, и они больше используют слово «скучно». Потому что начинает потом просто играть. То, что не получили. Нельзя перепрыгивать с одного возраста на другой. Ребенок не ползает, который не может сразу пойти ногами. Потому что, если ребенок наползался, это хорошо влияет на обучение в школе. Если нет. На нашем канале продолжается спецпроект воспитания личности, в рамках которого мы показываем различные документальные фильмы. Интересные, познавательные, с множеством любопытных очень фактов. Вот сегодня, в 18.30 и в 23.30 очередная серия называется «Как научиться любить». Предлагаю посмотреть небольшой кусочек, потом мы прокомментируем. Наслаждайся вот чем хочешь. Для молодежи вот обычно это свойственно, мышление. А уже старшее поколение, оно уже как имеет опыт и понимает, что бездолго вы не сможете построить ни семью, ни общество. Невозможно достичь ничего, в принципе. И что теперь? Выполнять обязанности, стиснув зубы до конца жизни? А как же наше счастье, любовь? Что ты будешь чувствовать, если близкий человек изо дня в день делает для тебя что-то хорошее? Ну как, радость, благодарность? Да, а чувство благодарности рождает уважение к человеку, начинаешь его ценить. Если мы возьмем примеры действительно бескорыстной любви, например, мать к ребенку, да? Или когда к пожилым родителям уже, когда ты не можешь ничего обратно получить, да? Это всегда пример служения. И вот наша задача по жизни – научиться быть бескорыстным, научиться быть полезным, научиться строить отношения, научиться служить. Вот это все-все-все и называется любовь. И это действительно цель нашей жизни. Вот этот фильм «Как научиться любить» сегодня на нашем канале – 18.30.22.30. Не забудьте посмотреть, очень рекомендую, любопытно, интересно. Здесь речь идет о любви разной и между мужчиной и женщиной. Подростковой, первой любовью, к родителям. Она сопряжена в какое-то взрослое глубокое чувство, вот с такой самоотдачей. Об этой самоотдаче, об этой отрешенности, об этой способности отдавать речь. А этому ребенка в каком возрасте уже можно начинать учить? Двухлетнего, знаю, вообще бесполезно. Он ничего своего не отдаст. Мое, я сам. А вообще в каком возрасте стоит говорить о том, что надо делиться, надо жалеть, надо уступать, надо. Я думаю, после трехлетнего возраста об этом можно уже говорить. И если уже с пеленок родители проявляют по отношению к своему ребенку любовь, милосердие, ласку, нежность, теплоту, это и есть проявление любви. Потому что от нуля до года формирование как раз эмоционального отношения к жизни, к обществу. Если этот период пропущен, неужели потом все пойдет не так? Ну почему не так? Все равно будет корректировка, все равно будет работа, все равно мама будет видеть, что происходит. И если мама знающая, она будет исправляться. Я предлагаю, у нас не очень много времени, осталось полтора минуты буквально, в режиме БЛИЦ ответить на вопросы, такие актуальные на сегодняшний момент, прям буквально коротенько. Вот, например, если родители, актуальные вопросы, которые нам присылали наши телезрители, например, если даешь ребенку деньги на карманные расходы, надо дальше контролировать, на что он их потратил? Если вы дали свои сбережения ребенку, нужно, самое главное, говорить количество, а куда он потратит, он сам решит. Ну а то они и карманные. Просят все, что видят в магазине, как поступать? Не купишь, скажут, вы меня не любите, все будешь покупать? Если ребенок начальной школы, там можно обговорить моменты, для чего мы идем в магазин, и можно бюджет даже проговорить, потому что это даже есть в программе. Ну а если это ребенок дошкольного возраста, лучше, конечно, без него походить. Про взрослых вопрос. Если ребенок хочет покрасить волосы в зеленый цвет, сделать татуировку, я категорически против, что делать? Это проявление себя как личности. Именно подростки ищут себя, ищут свое проявление личности. Нужно просто примером. Сейчас много информации есть в СМИ, найти в интернете, увидеть, чтобы ребенок со стороны посмотрел, как он будет выглядеть. Есть программа «Измени свой лик». Соответственно, ребенок изменит. Посмотри, реши, надо тебе это или нет. Надо тебе это или нет. Спасибо большое, Алина Никитина. Спасибо большое, что нашли время к нам прийти. На серьезные темы с нами поговорить. Очень важные, актуальные, тем более в такой день. Я хочу сказать, что родители, любите своих детей в первую очередь и подарите им детство. Спасибо. Вам спасибо. Это была программа «Актуальный разговор». Сегодня был праздничный выпуск, посвященный 1 июня, Всемирному дню защиты детей. И мы говорили о наших детках, о счастье и о заботе. Продолжение следует... Продолжение следует... Субтитры создавал DimaTorzok